А сейчас вы можете наблюдать, как ведут себя экземпляры новой лады в дикой природе. Они стоят и прячутся за деревьями. Возможно из-за опасности сломаться. Редко можно наблюдать такое количество автомобилей в одном месте. Хотя дилеры все утверждают, что автомобилей не хватает. Смотрите, сколько. Что-то я дроздово включил. Смотрите, это технотемп Кубань. Отсюда выходило прошлое видео. И я узнал через других людей, что в начале ролика я показал, что здесь вся площадка была забита вестами. И мне сказали, что эти весты все проданы, просто хозяин не приехал их забирать. Сейчас мы наблюдаем, что тут на площадке не только весты. Грант в изобилии. Весты в самом деле поменьше. Грант прям полным-полно. Если идет речь о том, что подорожание автомобилей связано с тем, что какая-то нехватка, по-моему их полно. До этого я показывал, смотрел, сколько Рено привезли. Но мы сейчас зайдем к этому дилеру и посмотрим, какие есть автомобили. По каким ценам. Я вижу, что в салоне машины стоят. Это технотемп Кубань. Автосалон Лада. Туда флаги красуются. Ну, как бы вы забили автомобили. Вон еще весты стоят. Гранты всевозможные. Ладно, будет включение уже от самой двери. Так, ребят, да, ну вот мы подошли поближе. Технотемп Кубань. Вот Лада Гранта Тест. Видно, да? Номер телефона. 212-5151. Сейчас зайдем в салон. Точно скажу вам адрес. Какой адрес. Краснодар. Ростовское шоссе 14. Дробь 3. Ну, посмотрим, наверное, преимущественно Гранту, да? И Гранта по каким ценам будет. Ну, здесь, наверное, начально стоит еще представлено Веста. Веста серебристая, штампы с колпаками. Ну, не самая прям, не самая богатая будет, да? Ну, посмотрим цену. Здесь, наверное, не очень удобно будет пройти. Пройдем с этой стороны. Ларгусы еще будут. Посмотрим сейчас. Веста на автомате, судя по всему. На вариаторе, да? Да, вот вариаторная версия, 113 сил. Цена за машину 1 миллион 195 тысяч 900 рублей. Дополнительное оборудование, это аудиосистема, амортизаторы капота, автосигнализация, набор автомобилиста, ковры салона. Дополнительное оборудование. Ну, так, да, розетки всяческие. Ну, версия Comfort Lights 1.6, 16 клапанов, 113 сил. Ниссановский мотор, да, вот так видно по оптике. Ну, обычный седанчик серебристый. В шоу-руме довольно-таки выглядит красиво, да? Тоже, да, не сказать, что прям такая богатая комплектация, чтобы диски были. Ну, все-таки неплохо. Вариаторные, насколько я знаю, что они более-менее оценятся. Ну, будет 4 стеклоподъемника, но вот обращайте внимание, что почти миллион 200, да, при этом подогрев сидений. И будет вариатор. Ну, мультимедиа будет, смотрите, просто будет магнитово GVC. Управления на руле тоже не будет. Странно, что Нивы, да, не представлены на парковке тоже. Почему-то Нив я не видел. Может, не знаю, есть, нет. Здесь изначально вот Грантов стоит тоже, да, Грантов. Так, автомобиль, что-то не вижу цены. Значит, сначала это Largus посмотрим, потом, может, попозже определимся. Ну, Largus тут без альтернативы, он на механике. Других вариантов нету. 1.6, 106 лошадей, да, Largus стоит 1.291.000. Это итоговая стоимость автомобиля, пакет Prestige. Ну, основные, как бы, аэроглонас, все понятно, воздушный фильтр. Здесь не написано, да, противотуманные фары указано, что стоят. Ну, да, уже, конечно же, с новой оптикой будет в белом цвете. Но он будет на дисках. Ладовские диски, ну, то есть, по наличию, да, реально почти 1.300.000. 1.291.900. Ларгус представлен в салоне с кожаным рулем, да, с перетяжкой такой интересной, довольно-таки. Так все выглядит. Так, тут, а вот Vesta Sport. Vesta Sport белая в наличии. Техно-темп Кубань, да, диски такие. Ну, смотрится визуально прям неплохо, да, по салончику можно будет посмотреть. Ну, типа, как бы, да, автомобилей, типа, не хватает. И, может быть, даже для кого-то это будет новость Vesta Sport, да, с такими задними плавниками. Ну, моторчик силы сейчас посмотрим тоже. Ну, салончики у них, на самом деле, классные, как и у Гранты, в принципе, были деланы они. Тут уже вставочки всяческие. По рулежке машина, да, неплохая. Прямо говорят, что ее переделали прямо на трассе стоит очень хорошо. Механика здесь, по-моему, тоже безальтернативная. Сиденье довольно-таки классное. Даже необычно смотреть на жигулевские сиденья, что оно так сделано. И сделано такими различными формами, да. Белая. Так, тут что у нас тут? Ну, у нас цена будет 1 миллион 381 тысяча. Дополнительные это автосигнализация, ковры, защитная сетка радиатора, защита картера. Так, моторчик у нас 1.8, 145 сил, 16-клапанное. Исполнение люкс. Ну, между прочим, я вот не знаю, они вообще бывают другие. По-моему, они все. Все, если они, ну, спорт, то она будет с довольно прям богатой комплектацией, по-моему, всегда, да, плавник такой. Ну, вот у них интересный цвет, их не серенький, да, заводской. Ну, хотя в белом цвете она тоже смотрится неплохо. Ну, сейчас я еще раз уточню, потому что я сам уже забыл, сказал, какая цена. 1 миллион 381 тысяча, да, представлено в салоне. Так, вот на гранту ценник убран, написано, наверное, что машина продана. Не знаю, сейчас попробуем найти, там есть, а там Веста еще одна стоит. А, не скажете цену на эту гранту? Что-то я... Продана. Машина продана стоит в салоне. Веста, судя по всему, тоже продана. Да, на Весту тоже наш, как на выдаче стоит, да, автомобиль зарезервирован, да. Вот на гранта стоит в лифтбеке, на штампах, но цены мы не узнаем. То есть, на самом деле, ну, в шоу-руме их Нивы не представлены. Нивы, на самом деле, я не видел и там на парковке, наверное, какая-то проблема. Поэтому, может, на вторички на них такая цена растет, но... Но новые в салоне представлены, да, отроданы. То есть, две Весты и Ларгус, именно, которые стоят в шоу-руме. Но на площадке до этого я, в принципе, показывал все, что есть. Ну вот, ребят, видео, наверное, совсем короткое. На самом деле, тестовых автомобилей представлено гораздо больше, чем машин, которые представлены в шоу-руме. Но я так понимаю, что сначала, которое вы видели, по нему понятно, что машины, в принципе, есть. Нужно просто обращаться и спрашивать, что есть, по какому наличию. По тесту-то, в принципе, вот там и Веста Спорт стоит тестовая всякие. Ну вот, ребят, такое получилось видео. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх. Пока!